Железная логика Много разъяснений разных И как будут поддерживать И что будет контрактная основа И кого конкретно призовут Не беспокоятся тем, кто не служил в армии По крайней мере в эту волну Никто не попадет Нужны люди, имеющие учетную военную специальность Общие новости прокомментируйте Тем более вчера железной логики не было Как вы уже сказали по понятным причинам Вот как вы это все восприняли Ну и конечно с вашей точки зрения Объявленная частичная мобилизация Как изменит ход спецоперации Что думаете и так далее Ну давайте с одной стороны, с другой стороны Ситуация такая достаточно непростая Естественно Во-первых Что надо отметить Понятно, что это мера вынужденная И она принимается Просто по той причине Что действительно огромный фронт соприкосновения С противником И той группировки, которая там действует Ее численно не хватает Украинская армия Благодаря четырем волнам мобилизации Она создала серьезный численный перевес Который, конечно, влияет на ход боевых действий Это очевидно Это первое Второе Что касается Самой по себе этой мобилизации Ну да И насчет того, изменит ли она ход боевых действий Она должна изменить ход боевых действий Иначе это не имеет никакого смысла Да Как это будет происходить Да Это другой вопрос Опять же Это вопрос к военным И, кстати, я говорю Не считаю, что мы не имеем права задавать вопросы Мы имеем право задавать вопросы И все эти отмазки Насчет того, что мы тут сами с усами Как бы, да И обладаем всей полнотой информации Вот А мне кажется, не проходят Ну, по крайней мере Если вы хотите доверия от общества То это Ни к чему хорошему Как бы не приводят Такие вот разговоры Типа там Выдавайте это самое Не спрашивайте ничего Вот третье Я думаю, что сама вся новость По поводу Вот этой мобилизации частичной Да Она Она уже сама по себе Произдет политическое влияние Да И Насколько мне известно Реакция И на Украине И на Западе Очень нервная на это дело Еще, так сказать Дело не дошло до дела Но, в общем Они понимают Что Что это действительно Может повлиять на ситуацию И я думаю, что Может быть, даже сама новость Может кому-то Кого-то заставить думать Я имею в виду Из наших противников врагов Да Думать над дальнейшим Ходом развития событий Потому что Далеко не все так однозначно Для них Для них складывается Вот Это вот, так сказать С одной стороны Да Ну, с другой стороны Могу сказать честно Что я, конечно Опять же Действительно Не знаю всего Да и оно мне Как бы и не Что называется Не по зарплате Все знать Вот Но есть Несомненно И какие-то вопросы Вот мне казалось Если честно Что В общем Мобилизация, конечно Это такая крайняя мера Вот И пока еще есть Достаточно ресурсов В том Чтобы Привлекать добровольцев В том Чтобы Значит Решать вопросы С помощью тех Военных Которые уже находятся На службе На службе В армии Может быть Вот Пошла же Вот эта вот Тоже новость Инициатива Кадырова О самомобилизации регионов Потом Стали Так сказать Говорить об иностранцах Которых могут Привлекать на службу Вот Мне казалось Что еще достаточно На самом деле Ресурсов Для того Чтобы Для того Чтобы избежать Мобилизации Или по крайней мере Как бы избежать на этом этапе Ну значит Вот Что называется Начальство Решило Решило по-другому Посмотрим Какие будут Какие будут результаты Второе Как бы Вот Очень важно То о чем вы сказали Мне кажется Все таки Не хватает И не хватало Информации Я вот Считаю Что доверием Населения Надо очень дорожить И в том числе Одобрением Как бы Действий власти И наших военных Надо очень дорожить Поэтому Вот к этой мере На мой взгляд Надо было Общественное мнение Начинать готовить заранее Я понимаю Когда Общественное мнение Не ставят в известность Перед началом Какой-то боевой операции Это ясно Надо сохранять Все в тайне Но в данном случае Как раз наоборот Для того Чтобы это не было Для многих Каким-то шоком И стрессом Я считаю Что Все разъяснять Говорить и готовить Общественное мнение Надо было к этому Заранее А мы Увидели картину При которой Там буквально За два дня Или за день До объявления Частичной мобилизации Песков сказал Что мобилизации не будет Да И то что Она маловероятна Это же суть Военные решения Если их объявлять В публичном пространстве Об этом услышит И оперативная сторона Ну и что В данном случае Я не вижу проблемы Если честно Ну услышат и что Это могло бы стать Как раз Политическим Информационным фактором Значит Дать Понять Дать понятие Украинской стороне Что проблема Численности Личного состава И их перевеса Может быть решена В том числе Ситуация с мобилизацией Многие вещи Надо было Разъяснять Мне кажется Заранее Потому что сейчас Именно поэтому Множатся слухи Именно поэтому Всяким разным Провокаторам И откровенным врагам Удается забрасывать Всевозможные Фейки Как это Говорят Не люблю это слово Какое-то нагадкое Довранье Да и не наше Довранье всякое Именно поэтому Понимаете Есть всякие Разные непонятки И прочее Простейший вам пример Например у нас Скажем Периодически Всем людям Которые Состоят в запасе Выдается так называемое Мобилизационное предписание Такая красная бумажка Которая Вклеивается В военный билет В этом предписании Написано Что в случае Объявления мобилизации В течение 8 часов Вы обязаны Явиться Со всеми вещами На сборный пункт Вот объясните мне Как вчера Как бы да с утра Вот эти ли люди А таких миллионы Могли куда-то там явиться Это первое Второе А должны ли они были являться Если мобилизация частичная Третье Так сказать Да А что например Думаете опять же Тем же самым студентам Если министр обороны Говорит по телевидению Студентам Можно не беспокоиться Например студентам Отслужившим в армии Вот им как поступать Непонятно Никто как бы этого И сейчас никто не разъясняет И никто не удосужился Об этом поговорить А ведь там довольно Серьезная ответственность Они все подписывают Это все под роспись Да А ответственность уголовная И получается То ли они не должны были Приходить в этот день Да Ну тогда зачем вы их Под роспись выдавали Им эти Значит Предписания То ли они должны были прийти И тогда у нас Со вчерашнего дня Появилось Сотни А то и тысяч А то и миллионы людей Которые попадают Под уголовную ответственность Совершенно как бы Ну вот Непонятно за что Эти все вещи Надо было разъяснять На мой личный взгляд Я могу ошибаться Я как бы здесь Опять же Я понимаю что Я действительно Не обладаю всей Полнотой информации Но Я работаю С общественным мнением И на мой взгляд Дорожить доверие Общественное мнение Это очень важно Это важнее может быть даже Да Чем Не знаю Какие-то средства вооружения И прочее Лучше Лучше как бы Этому уделять внимание Достаточно А не ставить Так сказать Людей тоже Перед фактом Да Вот Так что информации Должно быть много Теперь дальше По поводу И она должна быть абсолютно Я не вижу здесь В этом ничего ненормального Для того чтобы как раз Выговорить военные задачи Военные Одна из военных задач Это условно говоря Не допустить паники Одна из военных задач Это сохранить управляемость ситуации Одна из военных задач Это стабильное Как бы да И значит Доверительное отношение Общества К тому что делает власть Эти задачи Достигаются Путем грамотного И своевременного Информирования Разъяснения И прочее Потому что Вопросы Как бы да Они возникают у людей А им не отвечают На официальном уровне И тогда они начинают Пользоваться разными Всякими слухами И тут понеслась паника И тут для провокаторов И врагов откровенных Да Тут так сказать Поле действия Что они уже и делают Знаете в интернете Сколько объявлений Где за деньги Уже медицинские справки Предлагают Если знаете Если например Исходить из того Что вот мол Мы опасались того Что значит Начнет народ Уезжать из страны Я вам скажу так Тот кто Значит Хочет уехать из страны Испугавшись призыва Тот на фронте не нужен Он не нужен просто Потому что от него Толку никакого И вообще как бы да О том кто нужен Все таки тоже Вот важная вещь Опять же Президент в своем обращении Сказал что Будут призываться люди С соответствующим опытом Министр обороны Сказал что С боевым опытом Картополов Как бы потом добавил Так сказать Что К этому всему Первая категория призыва Ну это Все вот эти три позиции Это не одно и то же Вот А в указе Вообще ничего Про это не говорится Да И поэтому Как вот людям понимать На мой личный взгляд На мой личный взгляд Да и опять же Там тоже Тот же Министр обороны сказал Студенты могут продолжать учиться Но есть студенты Отслужившие например В армии Да Как бы до находящейся Там в запасе Они тоже могут продолжать учиться Или как Вот То есть Здесь мне кажется Надо очень аккуратно К этим вещам подходить Для того чтобы Не сеять паники А и кроме всего прочего И кроме всего прочего Да Ну к сожалению Мы понимаем Что есть такая Так сказать Наша Так сказать Такая Наше явление Как условно говоря Бардак Когда начальник говорит одно Средний начальник другое Они Так сказать Тот кто находится На нижнем ярусе Делает третье Вот Этих вещей Тоже необходимо Избегать Вот на мой личный взгляд На данном этапе Если уже Это частичная мобилизация Объявлена Все таки Крайне важно Чтобы действительно Были призваны На службу Те кто имеет Опыт Боевых действий Боевые действия бывают разные Но мне кажется Это крайне важно Потому что Еще раз говорю Люди не способные Не умеющие Да еще при этом Как бы Особо И не проявлявшие Желания Воевать Они там не нужны Вот Я могу Так сказать Ошибаться Но мне кажется Это так Они там не нужны Иначе мы будем получать Вот ровно то же Что мы критикуем Когда вот Обсуждаем действия Украинской стороны Вот мол они там Всех там Позабирали Как бы Ничему не научили И бросили То есть грубо говоря Нужны на мой взгляд Вот да Первое Люди Имеющие Реальный опыт Боевых действий Второе Находящиеся В соответствующей Физической форме Вот И третье Имеющие соответствующую Подготовку Подготовку Да Потому что Не за месяц Так сказать Не за полтора На самом деле Человека У которого нет базы Да Вы не подготовите бойца Не подготовите И это понятно Да Вот что касается Учащихся там Студентов Оченников дневных Особенно да Я думаю что это В любом случае Делать не надо Ну не немец же Под Москвой В конце концов да Вот То есть что-то К чему вот это Вот да Тоже такая суета К тому же Любые Даже выборочная Мобилизация студентов Даже выборочная Мобилизация студентов Ну предположим Тех кто служил в армии Она на самом деле Приведет К тому что Опять же Всякого разного Разного рода Враги и провокаторы Получат очень Удобный повод Для поднятия Вот этой вот Волны В молодежной среде А это важно В целом Для общественного мнения Я говорю Я просто пытаюсь Эти вещи анализировать Для меня не вопрос Нет вопроса в том Что проблема Украины И НАТО Которая воюет Через Украину С нами Должна быть решена Для меня не вопрос Значит кто В большей степени Виноват В этом сложившейся положении То есть очевидно Что запад вел Украину Здесь как бы Меня агитировать не надо Я много лет Как бы на этой стороне Как бы все понимаю Но на мой взгляд Как бы любое положение Оно требует Такого трезвого Трезвого осмысления Поэтому на мой взгляд Как бы да Учающиеся студенты Пусть продолжают учиться Да Значит люди которые Которые не готовы К этим вещам Ну пусть они продолжают работать То есть я думаю Что если мобилизация Такая нужна То она Хотя опять же Там есть разные мнения Нет но она нужна Очень выборочно Значит И очень профессионально К этому делу подходить И опять же Это люди должны быть С реальным опытом Да А не те кто просто Вот даже там Условно говоря Там В армии Там Это самое В этой Срочные Там Ну помахали Они там Лопатой Походили по плацу Вот Как бы да И сейчас вот давайте Месяц подготовки Они смогут На самом деле Такой человек Он мало чем отличается От срочников А про срочников Этот самый Министр обороны Сказал Что они не будут Там служить Ну вот я читаю Крутополов Да В первую очередь Мобилизация Коснется солдат Старшин Прапорщиков До 35 лет Младших офицеров До 45 лет И так далее Собственно Вот вы все говорите Про студентов По сути верно Но я нигде не вижу Чтобы хоть кто-то Комментировал Возможность призыва студентов Сергей Шойгу Сказал Что нет Учитесь спокойно Ну понимаете Хорошо если он сказал И я был бы очень рад Чтобы это было так Но в общем мы знаем Что бывает и не так Напомню вам эпизод Со срочниками весной Когда нам все сказали Что их там нет А потом оказалось Что они там есть Да Было же или не было 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 А раз это было один раз Значит может повториться И второй и третий Опять же касается студентов Еще раз говорю Среди студентов Есть люди Отслужившие Срочную службу в армии К ним это как относится То есть эти все вещи Требуют мне кажется Очень такого Аккуратного И четкого Так сказать Понимания И разъяснения И так далее И так далее Ну это просто важно Вот и все Для того чтобы Сохранять Поддержку Обществу Для того чтобы Не давать Разного рода Провокаторам Поводы Ну и все что с этим связано Ну а так тоже Какой-то знаете Паники я Наводить Так сказать Не вижу смысла Тут еще Вот какая штука Важно чтобы все-таки Это привело К серьезным успехам И вот тоже кстати важно Об этом вроде бы Наши начальники упоминали Но вот насколько это будет Соблюдаться Тоже важно Говорят что эти люди Будут служить На территориях Ну во втором эшелоне То есть грубо говоря Вот те территории Которые нам подконтрольно То есть они Будут обеспечивать Как вторым эшелоном Наши войска На передовой А на передовой Будут те Кто значит воюет И там можно будет Концентрировать Новые хотели А так и в приграничных регионах Это понятно Но это тоже Это довольно важное Как бы замечание Будет ли оно соблюдаться Вот если бы оно соблюдалось Я думаю что это бы Тоже было бы очень Очень правильно Потому что все-таки Все-таки надо понимать Что там Служил не служил Но условно говоря У добровольца Или у профессионального военного И у человека Которого призвали Мотивация разная Мотивация разная И не надо здесь Никому Как бы опять же Лапшу на уши вешать Это разные вещи Вот поэтому А мотивация Подготовка Она собственно говоря Является залогом успеха Ну это залогом Так сказать успеха И опять же да То о чем уже многие сказали Обеспечение Вот например Те же благотворители Волонтеры Которых я знаю Ну слушайте Им постоянно приходится Сталкиваться с запросами От военных На оказание помощи Сейчас которые есть А говорят что У нас там воюет Группировка Там 200 тысяч Да А призывают 300 Вот если сейчас Те 200 Которые там есть Просят помощи Как бы да Оказанием помощи А насчет этих 300 Есть стопроцентная уверенность Она должна быть В противном случае Как бы да Это опять же Будет использовано Только как бы да Нашими Нашими противниками Вот так вот А так в целом Что ж Ну так сказать Это жизнь Да жизнь Она не сахар Что делать Вот я помню Я помню Когда Значит Знаете Во времена Оно Служил срочную Тогда просто Тебя призывали на срочную А так как был Афганистан Ты не знал вообще Где ты окажешься Через месяц Через месяц Тебе никто ничего не говорил Никто ничего не спрашивал Срочники там Воевали по полной Поэтому Тебя просто призывали В военкомат Вот А дальше Твоя судьба могла Как угодно Обернуться Железная логика Продолжаем программу Но мы еще пока Тему частичной мобилизации Держим Вот даже сейчас В новостях Прозвучали все эти меры Социальные меры Социального характера Которые поддержат Россиян Которые будут призваны Вот сюда В армию Да Вот по частичной мобилизации Ну как-то Они вас не впечатлили Я смотрю Сергей Александрович Хотя Кредитная основа Контрактная основа Ну меры эти Это как бы Обязательные Обязательные условия Да То есть вы еще хотите Чтобы мер что ли не было Ну не вы Наталья Вообще да То есть понятно Что как бы Меры этой компенсации Материальной Должны быть абсолютно полноценными Но кстати говоря Вот я знаю Что у добровольцев У людей которые У людей которые Добровольно туда идут Да У них вот есть проблемы Со всеми этими выплатами И прочее И по этому поводу Довольно много информации Вот значит эти проблемы Надо все устранять И с теми у кого есть сейчас И с теми Кто находит сейчас В этой зоне боевых действий И с теми Кто туда может попасть Вот и так далее И плюс ко всему Еще раз повторяю Но люди по призыву И люди добровольно Или профессионально воюющие Это все таки разные люди Это надо Ну просто отдавать себе В этом отчет И все И трезво Как бы И не это самое И опять же Друг другу тоже Лапшу на уши не вешать А кто сейчас сам приходит В военкомат А такие люди есть Услышав А они кто Добровольцы А вот этого я не знаю Ну добровольцы Да Наверное добровольцы Потому что там Есть разные формы Разные формы участия Вот Да Поэтому И кстати говоря Поэтому тоже Те Значит территории И те Конкретные действия В которых они будут Которым они будут Использоваться Да Эти люди Это тоже важно Потому что ясно Что Там есть зоны Повышенного риска Есть Так сказать Там Тылы что называется Да Есть Еще какие-то Так сказать места Это тоже важно Потому что Я думаю что наши Что называется Противник Он будет максимально Пытаться Да Вот И Значит Создать проблемы Именно для этих людей То есть Например Условно говоря Пленный доброволец И пленный человек По призыву Это тоже не один И тот же человек Это тоже надо понимать Да Вот А и К вопросу Тоже воздействие На общественное мнение Это же важно Это называется Так сказать Безопасность Это называется Безопасность Да В том числе внутренняя Это называется вопрос Сохранения стабильности Вот Вопрос Вопрос того Так сказать Как это может быть Использовано Еще что важно Я бы хотел сказать Нам все таки важно Здесь еще иметь Какую-то положительную Перспективу Вот мне не нравится То что В последнее время Как бы информационная Картинка и все остальное Сваливается в какую-то Жуткую черноту Слушайте Люди Они не железные И вводить их В постоянную психоз И депрессию Да Всякими кошмарами Там всевозможными Да Это неправильно Это неправильно Потому что Они должны видеть Во-первых Край всего Да Они должны понимать А в чем состоит Положительная перспектива Я напомню И не надо как бы Рассказывать Что мол это неуместно Это еще как уместно Я напомню Что во время войны Когда ситуация была Уж куда Как более тяжелая Великой Отечественной Да Во время войны Снимались фильмы Про послевоенное будущее Про победу Рассказывали про мирную жизнь Ну наверное Они не глупее нас были Да И наверное Как бы они Это самое Находились Не в более Простой ситуации Чем мы Там ситуация была Гораздо более сложная Я говорю Сейчас иногда Начинается Вот такой какой-то Вот такой какой-то Значит Тон Выдерживать Как будто бы Немец под Москвой Вот реально Как будто немец под Москвой А не Боевые действия Идут на территории Там другого государства Вот да Мы присоединим эти территории Как бы я Насколько я понял Да Решение видимо принято Вот Но Как бы надо просто понимать Да Что это Что 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 Все таки Ситуация Это разная Тем не менее Они Видели смысл В том чтобы создавать Это положительное будущее А мы Как бы Постоянно только Эту картинку Только делаем Все более мрачной Мрачной А вот сейчас будет Третья мировая война И прочее Прочее Да Слушайте Цель вот какая Цель добиться Значит Необходимых нам результатов При минимальных издержках А не рассказывать Про то что Неизбежна ядерная война И мы все сгорим Вот такая вот Постановка задачи Она на самом деле Ни к чему Кроме как К массовому депрессии И психозу Не приведет А почему в этом Обвиняете власти На самом деле Само общество Пугает себя Будь здоров И его сравнивать С нашими людьми Которые жили Во время войны Ну Сами понимаете Телеграм-каналы Интернет И народ Такое несет Это ясно Но все равно Как бы За это Несет ответственность И те Кто формирует Информационную повестку дня Что касается Там каналов И прочее Вот например Тот же самый Ютюб Через него закидывается Огромное количество Всех разных фальшивок И провокаций Уже сколько месяцев Обсуждается Давайте его заблокируем Но никто его не блокирует По каким-то тоже По причинам Таким Не знаю Довольно мне кажется Расплывчатым И опять же Создание как бы Какого-то горизонта Планирования Вот А в противном случае Как бы Сначала говорили Что все идет по плану Теперь значит Мобилизация И хочется спросить А это был план такой Или значит Идет не по плану И все-таки Хотелось бы понять А план-то какой в итоге Все-таки Где вот этот вот Да так сказать Горизонт Например вот Могу сказать Что касается Украины С ней Запад занимается Очень грамотно Они им говорят Да у вас там есть То и все и 50 Но Во-первых Весь западный мир с вами Значит Не бойтесь Мы вас поддержим И они поддерживают их Реально Как бы Да правда В основном оружием Да В основном Тем что помогают Их убивать Но тем не менее Да Я говорю Вот мы вас Примем в Евросоюз Примем туда-сюда То есть Они им выстраивают Определенную картину будущего Недооценивать это нельзя Я говорю тоже Как профессионал В этом В этой сфере Да Недооценивать Этого нельзя Это важно Вот А когда Вместо картины будущего Говорят Что значит Через там Полгода Значит Ядерная война Это не картина будущего Это называется Непрофессиональная работа Или Это называется Умышленное Вредительство С целью Как бы Ввести огромное количество Людей В неадекватное состояние Вот что это называется Кто-то у нас В том числе Может быть Занимающий Какие-то должности Мне кажется Делает это умышленно А кто-то Просто Значит От глупости Не понимает Вот У меня такое впечатление Да я давно об этом Говорил в том числе На радио Что у нас Вот есть Часть элиты В том числе Как бы Некоторые из них И кабинеты занимают Которые вот Для них Кому война А кому мать родна А вот они Хотели бы С помощью Значит Этих проблем Всевозможных Да Максимально Развалить Патриотический консенсус В стране Как бы Да И Лишить государства Поддержки Да Сделать из нормальных Патриотов Там Врагов государства А потом Преподнести Все это на тарелочке Там Каким-то западным Хозяевам Вот у меня Меня это вот ощущение Много лет уже не покидает Если честно Ну не знаю Возможно Надо пойти полечиться Вот Что-то в этом роде Вот Ну Вот Это не исключено Но тем не менее Сама критика Это сильная сторона Эксперта Да Да Вот Ну я понимаю Я не переоцениваю Это себя Абсолютно Вовсе Я не являюсь Каким-то там Знаете Всезнающим оракулом Но я вам сообщаю Например То О чем говорят О чем говорит Огромное количество людей Вот И у себя Не знаю На кухне В транспорте Между собой Там Мне кажется Этой вещи надо осознавать Потому что Информационная поддержка Это одна из сильных сторон Вот этой коалиции НАТО И Украины Одна из сильных сторон Потому что там работает Масса профессионалов Которые как бы Допонимают Значит Как это Выводить Что называется На какую-то Нужную им траекторию Вот Нужную им траекторию Они не рассказывают Что знаете Это вот Если например Нашу картинку Перекинуть на украинскую Тогда Значит На Украине Должны Каждый день говорить Завтра Путин Значит Сбросит на вас Десяти атомных бомб Ждите Ждите Воюем Держимся Но завтра Путин Сбросит на вас Десяти атомных бомб Вот это примерно то Что говорят у нас В основном Нам говорят Держимся Держимся Но буквально Через полгода Или год Будет Чуть ли не термоядерная война И все И нас всех сожгут Я не слышал Что кто-то из наших властей Говорил о том Что будет термоядерная война Более того Говорят 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 Это вы считаете Что-то грамотный подход Что-ли Мне так не кажется Ну Это вот Мое такое мнение Я же ведь за то Опять же Я же за победу Я же за все хорошее Понимаете Сегодня даже Просто вопрос Как к этому Есть задачи А подход к решению задач Он может иметь Варианты Вот так Ну да Смотрим мы Друг на друга Сергей Александрович Здесь Слушайте Вот еще какой вопрос Уже мы как бы В этом часе говорим О ситуации Которая Ну понятно Уже изменилась С объявлением О частичной Мобилизации Вот Концепция Ну как вы это видите Да Получается что Мы переходим К оборонительным действиям Вот на тех позициях На которых находимся И Ну вот просто Да Смотря на карту Военных действий Учитывая что Вот это все Что мы успели Как бы да Сделать Вот теперь Это надо закреплять С помощью вновь Прибывших Да я вам просто Честно отвечу Наталья Да как бы И продолжу Самокритику Которую вы считаете Сильной стороной Я не знаю Я не знаю Да Не знаю В том числе Потому Что Об этом Никто ничего не говорит И я как раз Об этом Ровно сейчас и говорил Да Ну хорошо Вот призвали Вы призовете Вы 300 тысяч человек Они встанут Так сказать Эшелоном За передовыми частями Но если так То это будет неплохо А вот Дальше что На мой то Личный взгляд Как бы Еще Неиспользованная Когда вот опять же Объявлена Частичная мобилизация Но на фоне Когда как бы Условно говоря Нет ударов По инфраструктуре Украинской Нет ударов По центрам Принятия решения Хотя бы в Киеве Да Даже экономические Мне кажется Меры давления До конца не использованы Да Возникает вопрос И в чем тогда Так сказать Перспектива В защите Донбасса В обороне Вот как раз Территория Донбасса Ну понятно Но тогда Так и скажите Что задача минимум Это грубо говоря Там забрать Вот этот кусок ДНР А дальше все Замерзнет Вот Потому что На самом деле Это серьезная Стратегическая А дальше то что Чтобы это понимали Как бы и общество И прочее Я Вот вы задаете мне вопрос Я могу вам Высказать только Свои предположения А как оно будет Я не знаю Не знаю В том числе потому Что анализ Того что происходило В последние 7 месяцев Он дает Очень противоречивые Ответы на какие-то вопросы Или вообще Не дает никаких Ответов Ни на какие-то вопросы Понимаете Вот Вот в чем Так сказать Тоже здесь Небольшая загвоздочка Поэтому Действительно там Первоначально Говорилось о Деноцификации И демилитаризации Всей Украины Это что Задача как бы Больше не актуальна Но к сожалению Она актуальна И может быть Даже еще более актуальна Чем была 7 месяцев назад Но готовы ли мы ее выполнить Если да То каким способом Этот вопрос Повисает в воздухе Поэтому видно Задача минимум Это значит Отвоевать Ту часть ДНР Которая находится Сейчас под Украинским контролем И как минимум Отодвинуть хотя бы Вот эти Обстрелы от Донецка Вот Закрепить то что есть А вот что дальше Вот это и есть Главный вопрос на самом деле Что дальше и как Переговоры исключаете вообще Не исключаю вообще Но я думаю Что переговоры На украинских условиях Действительно будут равны поражению Тогда лучше никаких переговоров Я на самом деле не являюсь Полным Нашим противником Любых переговоров Переговоры всегда нужны Вот Вопрос в том О чем говорить Как и с кем На каких условиях Почему спрашиваю Не выступал Но уже ведет Проводит двусторонние встречи Мы о них узнаем И он там заявляет Он говорил с представителями Швейцарии О том что Ну не дают Вести переговоры Абсолютно Глушат Вашингтон Запад Любые попытки То есть получается так Что переговорная тема Специально блокируется Той стороной Вот тоже ведь проблема Нет Переговорная тема Специально блокируется Той стороной Но почему это произошло Очень просто Это произошло Потому что мы Значит Дали возможность Во-первых Наладить массовую помощь Запада Украине Ну некоторые считают Что у нас не было Другого выбора То есть мы просто Не могли технически Этому противостоять Ну может быть Не знаю Да Но это можно было Как бы в таком случае Прогнозировать Они убедили Украинского руководства Что они окажут Такую массовую помощь Что те смогут Не только держаться Да Но и может быть Даже местами Значит Какие-то успехи Смогут Демонстрировать Что собственно говоря И происходит Успехи невеликие Но главный успех Состоит в том Что мы были под Киевом И ушли Из-под этого Киева Да И в общем Большую часть территории Украины Все равно Контролирует Контролирует Нынешнее правительство И на этом фоне Собственно говоря Они и уходят От переговоров То есть зачем переговоры Если им постоянно Подбрасывают Там эти груды Груды оружия Да Зачем переговоры Если им говорят Да ничего с вами не случится Вам лично Вообще ничего не угрожает А мы демонстрируем Что не угрожает Вот я говорю Вспомните Первые недели Они все сидели Как бы прижав уши Зеленский не вылезал Из какой-то бункер И почти плакал Вторая Так сказать Вторые и третьи Так сказать Какие-то пошли Недели Они уже стали Держаться по борзее Все еще сидели В каких-то бункерах Дальше пошло дело Значит Стали приезжать Эти западники Тоже там Можно Значит можно Мы не стали Никого там Это самое Накрывать Значит можно Дальше западники Стали приезжать в Польшу Там что-то снимать На границе Тоже можно Они стали потом Приезжать во Львовскую область Опять поняли Что можно Потом в Киеве Стали встречаться Снова можно А потом просто Стали борзо Расхаживать по улицам Демонстрировать Уверенность в себе И мы ничего не делаем Почему Вот почему Да А теперь Частичная мобилизация Может быть Так сказать Можно было Что-то сделать Как бы Вот на тех еще этапах На мой личный взгляд Вот я вам скажу По-простому совсем Надо было Зеленского Со всей его командой Долбить Прям в центре Киева В самом начале Ну это вы известны Да Или там Где он был И я вас уверяю Если бы мы Обезглавили Украинское государство Обезглавили Вся история Пошла бы По-другому Почему мы Этого не сделали Ну я знаю То сказать Какие-то Я вернее Я не знаю Я могу предполагать Какие-то объяснения Они в общем Все лежат на поверхности Но в таком случае Вот в таком режиме Вся эта история Может растянуться На годы И годы И годы И годы Вот так вот Ну надеюсь Вы ошибаетесь Что про референдумы Думаете Я сам надеюсь Что я ошибаюсь Очень мне хотелось бы Ошибаться Как бы да И все такое прочее Еще раз Сейчас раз Вот так вот И все Само собой Как бы вот Случится И все прям разбегутся Вот мы сообщили только О частичной мобилизации И все И все враги разбежались Я вообще был бы Я бы тогда все Все бросил бы Вообще не знаю И пошел бы капусту сажать Вот И все что Или свеклу Потому что Слово капуста Имеет у нас Двойное значение Второй момент Референдумы Вот они пройдут Несколько дней В следующей неделе Похоже мы с вами Уже в другой стране Будем находиться Ну вот я прошу Я последнюю фразу Еще закончу По этому поводу Да Ну вот что можно было бы Сделать и сейчас Для того чтобы в том числе Как бы облегчить Работу нашим военнослужащим И тем которые уже там И тем которые там появятся На мой взгляд Как бы да Разрушение инфраструктуры Как бы да Оно просто является Насущной задачей И с точки зрения Нарушения логистики Доставки Личного состава Украинских вооруженных сил И боеприпасов И вооружения На линию фронта И с точки зрения Пусть это жестоко звучит Организации Массовой миграции Людей из Украины Дополнительных волн Миграции в Европу Пусть они накануне зимы Знают Что зима у них будет Не просто тяжелая А очень тяжелая И лучше Уехать В Европу И Европе привет Она же любит украинцев Вот еще миллионов Десять беженцев Ей было бы самое оно И они кстати говоря И это гуманно Потому что они В таком случае Сохранят себе жизнь Потому что Европа Как ни крути А придется их кормить всех Размещать во всяких Разных лагерях А нам это облегчило бы задачу Если же мы такие гуманные Ну ладно Теперь про референдумы Что касается Дадут провести Не дадут провести То что будут провокации То что будут Значит какие-то Может быть теракты Еще что-то Или по крайней мере Будут готовить Здесь В этом можно не сомневаться Да Это совершенно точно так Они будут пытаться Срывать эти референдумы Вот Но технически Референдумы Могут быть проведены И я думаю Что они будут проведены Конечно Вот И результат тоже Он в общем На самом деле Предсказуем Вот это понятно Вот Вопрос в том Что за этим последует Я думаю Что мы уже это обсуждали Я думаю Что они нам будут грозить Новыми экономическими санкциями Уже грозят Но одна из них Тоже очевидная Это разрешить использовать Замороженные Российские активы Деньги И имущества И прочее И прочее Насколько это возможно Украине Или Так сказать Для проектов Помощи этой Украине Второе Что касается оружия Ну к сожалению Я думаю Что это может стать Неким оправданием Для поставки на Украину Еще более мощного И еще более современного Западного оружия Потому что По-настоящему Современного оружия Такого прям Вообще Там пока еще и нет Вот даже Или вот те же самые Ракеты Большой дальности Для Хаймерсов Могут начать поставлять К сожалению Это возможно Вот Ну а что касается Там признания Или прочее Прочее Даже об этом И думать даже не надо Никто Скучно про это даже говорить Да Скучно говорить Потому что никто Естественно Этого делать не будет Значит они будут Свою собственную картинку качать Мы так сказать Будем свою картинку качать Ну и все Ну собственно То что никакого признания Не будет уже И было заявлено Сейчас как раз Так все происходит Что все лидеры Находятся Западного мира В Нью-Йорке Там им удобно общаться Собственно Ну не знаю Посмотрели вы Реакцию на события Которые На заявление Российского президента Ну пошумели они Там как бы Мы уж наверное Будем это обсуждать В следующем часе Но европейцы В своем стиле Как всегда Уже они заявили о том Что будут объявлены Новые санкции Против России Персональные Секторальные Сейчас они соберутся Придумают какие Найдут Уж не знаю Насколько они Найдут Ну что-нибудь найдут Вот знаете Что называется Осталось буквально там Пара минут До финала первой части Новость пришла Встреча президента Республики Кипр И министра иностранных дел России Сергея Лаврова Запланированная Отменена В контексте Инструкции Евросоюза Об отмене Двусторонних Контактов с Россией О понеслась Ну отменена И ладно Они же ее запрашивали Не так уж нам и страшно Это тем более Если они ее запрашивали Вот Но здесь опять же Здесь конечно Каких-то реверансов Ждать не стоит Есть инструкции Они действуют По инструкции Будет ее Будет ее Выполнять И здесь Пока Никаких просветов Не наблюдается Не знаю Может быть будут Какие-то просветы Опять же На фоне там Тех сложностей Экономических Которые возникнут зимой Но это тоже зависит Очень во многом От того Как будут обстоять Дела на фронтах И действительно Здесь вот Самая актуальная задача Это Отдвинуть Значит Украинские войска От Донецка И занять Вот оставшуюся Половину территории ДНР Это достаточно важно Потому что Если это до зимы Тоже не произойдет То зима Она в любом случае Осложнит Хоть любых боевых действий Она в любом случае Приведет к снижению Активности Совершенно неизбежно Ну это понятно Конечно Я прочитала эту новость Только потому что Было заявлено Большое количество встреч Запланированных У Сергея Лаврова На полях Генассамблеи И вот пожалуйста Стало известно Сообщает Это вот Прямо Из Некосии Сообщение идет Да Значит уже Сформирована Некоторая инструкция Брюсселем О том Чтобы отменять Двусторонние встречи С представителем России Кто послушается Посмотрим Это пока первое Подобное сообщение Ну на этом Заканчиваем Первую часть Сразу после выпуска новостей Продолжим Вот как раз О Генассамблеи И всем что там происходит Мы будем разговаривать Железная логика Сигеля Михеев В эфире ООН Ну там вчера выступал Зеленский По видео Ну что он сказал Что нет Никаких переговоров Чтобы они были Нужно Пять пунктов Формулы мира Ну такие они все Очень общие Наказать Россию Денег нам дать И оружие Обеспечить нашу безопасность Про Донбасс Ни слова Вот ни слова Ну это понятно Да Как бы здесь Еще раз повторю Я уже неоднократно говорил Это тоже до этого В предыдущем часе Ну западная помощь Позволяет ему хамить Это первое Ну и второе К сожалению Ему позволяет хамить И такая странная Специфика Ведение нами Этой операции Потому что Если вы вспомните Март Или конец февраля Он выглядел Совсем по-другому Этот же самый Человечек Выглядел Совсем по-другому Ну зачем-то Ему дали Возможность Оклематься И теперь Более жесткой Зависимости Находится Для него Это вообще Вопрос жизни И смерти Вся семья У него там У него там Видимо Какие-то деньги И все остальное У него нет Другого выбора Поэтому Для него Вот сейчас Война До победного конца Это самое важное Тем более Что Опять же Они видят Что в реальности Можно Удерживаться Довольно долго Потому что Даже потери Всех тех территорий Которые Например Сейчас находятся Под нашим контролем И даже Потеря Той части ДНР Которая Находится Под контролем Украины Для него Не фатальны Скажу честно Это все Для него не фатально Фатально Например Была бы Потеря Одессы И потеря выхода К Черного моря Вот это было бы Было на грани катастрофы А вот это все Для него не фатально Ну плохо Но не фатально Ничего страшного Ну и да Вот мы говорим Это 20% территории Украины Да это 20% территории Украины Ну и что Он-то в Киеве сидит Вот и все Он сидит в Киеве К нему туда регулярно Приезжают и американцы И европейцы Он знает Что в случае чего Как бы Солон оттуда соскочит Вот Ну и То есть Есть еще карты на руках Что называется Можно играть Вот так вот А как Опять же К вопросу о том Как оно будет Ну это Это вопрос для всех Вот И я так подозреваю Что и для тех Кто у нас Всем этим руководит Вот Поэтому Поэтому как бы Я могу сказать Как на мой взгляд Должно было бы быть Вот А как оно будет Я сам не знаю Вчера там выступал Байден Все ждали Его выступления Потому что Чисто по времени Получилось так Что президент Путин Объявил о частичной Мобилизации Проведение референдумов Раньше Чем Байден Вышел на трибуну Генассамблеи Ну и в общем Конечно И пресса западная И эксперты Говорили Что сидит Переписывает Своё выступление Ну собственно Он вооружился Таким тезисом Видимо сейчас Будет его продвигать Всё перебрал Но тем не менее Он утверждает Что Россия Угрожает миру Ядерным оружием Я лично слышала Президента Всё совсем не так Он только напомнил О том Что страна Россия Ядерная держава И что Давайте поскромнее Немножко с нами Разговаривать И так далее Но по поводу Реакции Байдена На путинскую речь Вот она вся такая Ну как обычно Мы будем Помогать И всё Но вот ещё важная вещь Он заявил о том Что США Поддерживают Увеличение Числа Как постоянных Так и непостоянных Представителей Совета безопасности ООН Когда такие вещи Говорит Байден Уже надо Наверное Комментировать Вот на экспертном уровне Потому что Если раньше Кто-то говорил Что возможно Это будет сделано Это один вариант Но когда уже Выходит президент Соединённых Штатов Каким бы он ни был Какой бы у него ни был Рейтинг И тем не менее Для тех Кто не очень интересуется Напомню В составе Совета безопасности ООН 15 государств Членов 5 постоянных 10 непостоянных Вот постоянными Являются США Россия Китай Великобритания И Франция И они Имеют право Вета Вот эта система Действует много десятилетий Байден сказал Пары ломать Ну во первых Насчёт того Что он переврал Слова Путина Ну Вы чего-то другого Ждали от американцев Переврать Значит Это вообще Их Что называется Кредо Вот они на этом Он целую экономику построили Да Основанную на Бесконечных спекуляциях В бросах Там и так далее Вот Ну что касается Что касается Его требования Изменить ООН И совбез Требование старое Старое Ну действительно интересно То что президент США Озвучивает это С трибуны Генеральной Ассамблеи ООН Но от того Что он озвучивает Это с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН По сути Ничего не меняется То есть Ну вот он сказал Да Вот Они об этом говорили И раньше Да Сейчас он произносит Это с трибуны Генеральной Ассамблеи Дальше что Дальше что Так сказать Дальше Начнет собирать подписи Что называется В защиту А подписи они умеют Собирать Ну он начнет Собирать подписи И все что с этим связано Но возможно ли Реально Реформировать ООН так Чтобы это было Удобно американцам Ну на мой взгляд Пока все таки нет Несмотря на всю ту Значит всю ту борьбу С Россией Которую они ведут Да и с Китаем тоже Да Вот пока Вот я думаю Что все таки нет Вот Хотя конечно Желающие есть Да Это все там поломать Вот Германия очень просится В Совет Безопасности ООН Но вот если Предположить Значит Появление там Германии Это будет означать Полный слом Фундаментальных основ ООН Потому что страны Которые вы перечислили Вот эти пять постоянных членов Совета Безопасности Это собственно Страны-победители Во Второй мировой войне Именно На основании того Что это страны-победители Они как бы и получили И эти места И эти права Привилегированные И права ветра Потому что все остальные Как бы или были На стороне нацистской Германии Ну или просто там Где-то болтались Что называется Ни себе ни людям Или как бы Ну просто не имели Такого значения В то время Или вообще не существовали Просто-напросто Да физически Вот Поэтому Здесь важно Не то что он сказал А то Можно ли это реализовать Но если Будет предпринята Какая-то попытка Значит Все это Поломать через колено Вот Ну не знаю Может быть вообще Это будет означать Крах Организации Объединенных Наций Потому что Дело в том Что не только России это неудобно Но и Китаю Во-первых А во-вторых И большое Довольно большое Количество стран В том числе Например скажем Те на которые Китайцы имеют Влияние Которые Подобные изменения Тоже не поддержат Вот и тогда Встанет вопрос А вообще ООН нужна или нет Но кстати На мой взгляд Американцы готовы Пойти на ее Уничтожение Или скажем так Они готовы Были бы сделать Вот что Значит Пойти на ее Фактическое уничтожение Но приписать Это все России и Китаю Свалить все На Россию и Китай И сказать Вот мол Благодаря им Они значит Такие консерваторы Не хотят идти На Это самое На обновление Поэтому Вот все из-за них Они ее развалили А потом взять И присвоить Этот бренд себе Сказать А теперь Объединенные нации Это наша Тем более Я говорю Надо же тоже Понимать Такие вещи Что Многие Многие Как бы вот Явления Они Могут иметь Довольно Что называется Пошлое Выражение В этом мире Но вот просто Потому что Штаб-квартира ООН Находится в Америке Да Американцы Могут Значит Ее просто Присвоить И сказать Что Ну а он Такая как и была Только теперь Вот например Без России и Китая И многие поверят К сожалению Вернее как Многие это примут К сожалению Это свойство Тоже Такого массового сознания Что называется Да Вот Это Такая же Дескать Вещь Как и покупка Например Фальшивых Западных Или не западных Брендов Есть Оригинальная вещь А есть Фальшивки Ну если они Называются так же Или скажем У него похожий логотип Ну и нормальный Будем покупать Или это примерно То же самое Что пытаются Проворачивать С подачи Американских Технологов Информационных На Украине Они говорят Вот во время Великой Отечественной войны Значит Украина была Самостоятельным государством И сама вела войну А какое доказательство Ну было же Три украинских фронта Первый украинский Второй украинский Третий украинский Ну вот Они же назывались Украинскими И все Вот они такую же штуку Могут попытаться Провернуть с Организацией Объединенных наций Вот Под предлогом того Что вот мол Значит Ситуация требует Реформирования Вот И такие страны Как Россия и Китай Реформирования не хотят Поэтому давайте сломаем Как бы А так как все это Физически находится в Америке Ту бирку оставим у себя Вот И будем говорить Что теперь это и есть ООН Ну я думаю Что это запросто Может быть сделано Ну то есть не запросто Но Такие Такие варианты В головах там Условно Американских политехнологов Могут прорабатываться И я в этом ничего такого К сожалению Ничего такого Невозможного не вижу Потому что для Массового сознания И современного Вообще Как бы Вот такого Вроде бы как Умеющего обращаться Со всякими приборами Там как говорят Гаджетами Шмаджетами Человека Но плохо разбирающихся В смыслах Если картинка будет Такая же Вот будет такая же Трибуна ООН Такие же там Вот будут всякие Разные там Цветные люди сидеть Там разноцветные За столом Вот так же Будет Будет эмблема такая же А им будет В общем запросто Им можно будет впарить Что это в общем Одно и то же Что разницы никакой Вот так вот знаете Немножко цинично звучит Но это концентрация реальности Такая предельная концентрация На этом фоне Заявление Вучича Вообще в таком случае Как романтик Себя позиционирует Он там вчера выступал Президент Сербии Он конечно говорит Ровно то Что он говорил всегда Но там все-таки Перед всем миром Перед странами Членами ООН Он говорил о двойных стандартах В подходе к Украине И Сербии В территориальном вопросе Ну это естественно Где тоже комментарии После того Как стало известно О намерении провести Референдуме И так далее Не знаю как его слушают С каким чувством Ну может быть Как бы он заслуживает Уважения Что он постоянно Об этом говорит Хотя это уже старая песня Не Он конечно заслуживает Уважения Это первое Второе Он по сути прав Насчет двойного стандарта Да И третье Третье Он в этом смысле Конечно проявляет Ну определенный там Героизм Я бы даже так сказал Да Но будут ли его слушать Да Нужно ли это кому-нибудь Ну кто захочет Тот услышит Но что касается Западного мира То убедить их Значит Или как бы Грубо говоря Обратить внимание Или условно говоря Заставить изменить свое поведение Конечно Никакие выступления Вучича Или еще кого бы то ни было Не смогут Ну хотя бы говорят Что думают И то спасибо Да И то спасибо Но вот единственное Что трибуна Генеральной Ассамблеи ООН Ну да Хотите как хотите А там довольно много людей Приезжает большое количество Глав других государств Поэтому в этом смысле Как бы она полезна То есть вот он выступил Там присутствовали Какие-то главы государств Если не главы государств То делегации Этих государств Там присутствуют журналисты Так или иначе Это где-то Значит Засветили Вот Ну и все что с этим связано То есть В принципе В принципе Это имеет значение Но думать Что это Значит как-то Проймет американцев Там или европейцев Ну-ка это конечно Наивность Сейчас порадую вас Старая знакомая Светлана Тихановская Какое там дело Какое там дело до Тихановской Но видите Западники не бросают Этот проект Не бросают Да Потому что ну давайте За неимением Такого другого Будем возиться С этой Тихановской Вот они ее привезли Значит в Америку Знаете Завели в здание ООН Вроде как она Значит законный Представитель Белоруссии Понятно что это все Фигня Но Для того чтобы Как для Тихановской Как для проекта Это важно Потому что это во-первых Новостной повод Вот А конечно Это все кому надо Условно говоря Там имеющие отношение К белорусской оппозиции Там или к каким-нибудь Польским их кураторам Заметят Обязательно распиарят Разнесут По всем этим самым По всем новостям Вот Ну то есть они На всякий случай Они ее держат А мало ли что А мало ли что Ну и с другой стороны Этому самому Александру Григорьевичу Будет тоже острастка Чтобы он не думал Что это тут все забыли Про него Вот Занимаясь Россией И Украиной Ну это я так Вспомнила Про Тихановскую Конечно большой политики Там нет В этой новости Вернемся к основным Таким вещам Мы уже говорили о том Что вот Попытка трансформации Самой структуры ООН Совета безопасности Уже состоялась встреча Сергея Лаврова Нашего министра Иностранных дел И главы МИД Китая Иван И вот тот уже сказал Никто не может лишить Россию Той важной роли Которую она играет в ООН Это ключевая поддержка Самое главное Самое важное Или в данном случае Позиции Китая Тоже ослаблены На фоне Тайваня И всего вокруг Нет Тут такая штука Значит конечно Все эти слова Они важны Конечно Позиция Китая Для нас Очень значима Потому что Все равно Китай На сегодня Как ни крути А это экономика номер один Или по крайней мере У нас есть две первых экономики Это американская и китайская Но в общем Опять же Если там в материальном выражении В выражении Производства реального продукта То конечно Китай Это экономика номер один Потому что Американская экономика Это в значительной степени Финансовая составляющая Финансовая сфера Вот Это первое Второе Это государство Имеющее самое большое количество Населения в мире Да пока Вот по крайней мере Да Третье Это государство Становящееся все более и более Значимой военной державой Имеющей Обладающей ядерным оружием Опять же космическая держава Свои Эти ракеты в космос запускают То есть конечно Это важно для нас Ну и плюс ко всему Понятные все геополитические расклады И общие границы Конечно это важно Для нас Это поддержка Вот Но при всем при этом Как бы надо понимать Что конечно Это не решает всех Стоящих перед нами проблем Это поддержка Но Своими проблемами Придется разбираться самим Вот Это первое А второе Что бы еще хотелось Кроме слов Хотелось бы от них и дела Потому что Все таки У нас нет полного понимания Вернее так У нас нет полного И абсолютного Взаимопонимания и сотрудничества По целому ряду вопросов Касающихся преодоления нами санкций Все таки китайцы Вот В ряде случаев Да Они Они официально Как бы санкции американские Не поддерживают Но многие их компании Все таки Боясь этих санкций Ну и Видимо Тоже Согласовывая Свою позицию С властями Все таки Так это Не поддерживая санкции По факту Да Создают проблемы И для торговли И прочее И для снабжения Так сказать Россией Какими-то товарами Вот Надеюсь Это будет преодолеваться Тем более Тем более Что Мне кажется Китайцам Уже все должно быть Совершенно ясно Вот Американцы В лице своего президента Прямо сказали Что они готовы вмешаться В военный конфликт Напрямую Когда Байден спросили Будут ли американские граждане Военнослужащие Да В случае чего Сражаться за Китай То есть за Тайвань Он сказал да Надо сказать Что он даже По поводу Украины Такого не говорил Он даже По поводу Украины Такого не говорил Он говорил да И продолжает Говорит Будем помогать Будем помогать оружием Будем помогать Так сказать Боеприпасами Но он не говорил Что вот Американские военнослужащие Будут сражаться С российской армией Там За Украину На территорию Украины А этого он не говорил А по поводу Тайвань Сказал Хотя Еще вроде бы как Все еще Очень и очень далеко И очень и очень непонятно. Но я думаю, что для китайцев, конечно, это должно быть таким однозначным сигналом, который... В частности, говорят, будут большие военно-морские потери и так далее. Почему Си Цзиньпин сделал такое заявление, это мы еще будем выяснять у китаистов, почему он говорил о боевых действиях, о подготовке к ним. Но нагнетание вы фиксируете. Ну, конечно, это совершенно очевидно. Причем американцы здесь вообще ничего не стесняются. Вроде бы как наоборот, надо было бы попробовать позаигрывать с Китаем. Но Запад идет на обострение. Прямо вот просто откровенно идет на обострение. Я бы не стал это приписывать одному только маразму Байдена. Они идут на обострение. Они, значит, сейчас сдерживают Россию с помощью огромного потока оружия и другой помощи на Украине. А с другой стороны, демонстрируют Китаю, что на самом деле готовы чуть ли не в прямое военное столкновение с ним вступить. Плюс ко всему начинают поджимать тоже санкции, потому что американцы тоже вводят определенные санкции против Китая и китайских компаний. А тут вот еще пришла новость, что и европейцы тоже, видимо, по американской команде стали потихоньку сворачивать инвестиции в Китай. Или, по крайней мере, об этом говорить, заявлять, доклады писать, что надо сворачивать инвестиции в Китай. Потому что слишком жесткая политика по регулированию экономики со стороны китайцев. И, мол, хватит эти европейские деньги в Китай посылать. Но здесь тоже у Китая есть свой козырь, потому что, действительно, глобализация привела к тому, что все трансноциональные корпорации основные свои производства имеют в Китае. Ну, или в том числе в Китае. И поэтому Запад вроде бы угрожает, но, с другой стороны, одновременно и зависим. Потому что все-таки физическое производство – это важно. Вот мы сейчас это тоже видим на примере нашей страны. Можно сколько угодно говорить про международную кооперацию, но если завод, который производит для вас нужные товары, находится на территории другой страны, то у вас не будет этих товаров. Вы даже можете его купить. И это ничего не будет значить. Например, скажем, вот сейчас вот эти НПЗ у Роснефти немецкое правительство ставят под контроль. И вроде как, да, по бумажкам они контролируются Роснефтью. А фактически, да, ими будет управлять немецкое государство. Но с китайскими, как бы, с китайской экономикой такая же штука. Да, действительно, в Китае масса предприятий, которые принадлежат западным компаниям или транснациональным корпорациям. Но так как физически они находятся в Китае и работают у них китайцы, то, по сути, в случае какого-то кризиса у Китая, конечно, есть козырь в рукаве. Они могут сказать, ну, а мы берем их под контроль под свой. И эти корпорации и эти компании остаются только с одними своими брендами и наклейками. Это тоже важная штука, кстати. Ну, не знаю, будет ли столкновение прямое боевое между Китаем и США. Не хочется даже об этом думать, честное слово. Сегодня Блумберг опубликовал сообщение, не знаю, что это. Минфин США ищет гуру санкций. Человек им нужен. На фоне усиления санкционного давления на Россию. Как международный экономист, наблюдатель, это я прям цитирую само сообщение о вакансии, вы будете предоставлять анализ потенциальных побочных эффектов, предлагаемых санкций для фирм и отраслей. Это говорится в описании на американском сайте для поиска работы. Ну, докатились. Получается, что, во-первых, своих нет. А во-вторых, объем санкций, видимо, уже таков, что требуются какие-то отдельные люди. Ну, не только отдельные люди. Если вот этой спецификации, которую вы зачитали, верить, то получается, что их тревожат, вернее, беспокоят больше всего как раз не сами санкции, а их побочное явление. То есть они не просят изучать, как санкции воздействуют на тех, кто находится под ними. Они просят изучать, а как эти санкции могут отрикошетить по компаниям, западным, в первую очередь, компаниям, и что может с ними произойти. И я думаю, что это прямое следствие того, что экономисты западные, американские, европейские, все больше и больше, ну, и бизнесмены, в первую очередь, все больше и больше сталкиваются с тем, что действительно вот эти вот больше 11 тысяч санкций, которые они там понапридумывали и все продолжают вводить, они уже стали наносить очень ощутимый отрицательный эффект, отрицательное воздействие на саму западную экономику, на западные компании, на транссоциальные компании и так далее. Вот для того, чтобы консультировать по этому поводу, вот нужен такой человек. Ну, это действительно так, но вот много раз говорил, еще раз говорю, во-первых, я считаю, что мы живем вот в эпоху явного убийства демократии, то есть все, она как бы умирает. Вот то, чем восхищались и пускали слюни, так сказать, по поводу этой демократии, условно говоря, 80-х, 90-х, все, это умирает, причем умирает в первую очередь благодаря самим главным носителям демократии, американцам и европейцам, потому что, когда появилась политическая целесообразность, они хоронят эту демократию. А второе, умирает либеральная экономика. Она умирает, и вот все эти классические штуки про спрос и предложение, про свободную конкуренцию, про свободное передвижение денег и товаров, все это тоже уходит в прошлое, причем уходит в прошлое на фоне именно политической воли. Мы видим, как американцы, их союзники просто-напросто рушат эту систему, ломают ее, ломают, потому что им это сейчас невыгодно, им выгодно сейчас регулировать, вводить санкции, ограничивать, бить по башке, независимо от того, причем и своих в том числе, независимо от того, соответствует это свободному рынку, не имеет значения, они просто заставляют. Вот, скажем, всему американскому, европейскому бизнесу, который имел дело с Россией, они сейчас просто ломают ребра, руки, ноги, ну, европейскому в первую очередь, и все, и совершенно их это не волнует, насколько это соответствует всяким разным либерально-рыночным догматам или нет. Поэтому вот эта вот, значит, демократия, как политическая такая вот религия, знаете, умирает вместе, ну и реальность, умирает вместе с либеральной экономикой и хоронит ее, да, под предлогом борьбы с Россией, под предлогом борьбы с Китаем, но хоронит ее ее же создателя, или, по крайней мере, те, кто как бы вот это все это раскручивал, но в течение последних, там, условно говоря, 100 лет. Ну ладно, к серьезным новостям найдут они такого специалиста или нет, посмотрим. Федеральная резервная система США, ФРС, повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам до диапазона 3,25 годовых. Ну, отмечается, что решение совпало с большинством прогнозов экономистов и аналитиков, и они же говорят, что к концу года ставка может достигнуть 4,4% годовых. Вы как-то здесь, по-моему, одну или две программы назад говорили, что вот к решению ФРС надо... ...присмотреться. Ну вот, присматривались. Ну, это даже не я говорил, как бы, это говорят сами экономисты европейские, значит, американские, ну и наши. Я-то вообще не считаю, что я в этом разбираюсь, в этих делах, там, так что-то такое, так сказать, понимаю примерно, скорее больше на интуиции. Вот, насколько я понимаю, как бы, вот, это делается с точки зрения, с целью борьбы с инфляцией, однако, не факт, что это, во-первых, поможет в этой борьбе с инфляцией, а, во-вторых, б, это, например, скажем, осложнит долговую ситуацию для американских домохозяйств, для корпоративных долгов американских компаний, и многие могут даже оказаться, там, ну, на этой самой, на грани личного или, там, коллективного, там, банкротства. Вот, и все это может привести к эффектам вовсе, как бы, и не таким положительным, как это ожидается, а, в конце концов, привести к кризису. То, что сейчас модно называть рецессией, вот, то есть замедление темпов роста или остановка темпов роста, или сокращение, и вообще, как бы, откат в минус и так далее. Все это, вот, по мнению самих же американцев и европейцев, да, может именно к этому привести. Причем, судя по всему, что ФРС, судя по всему, ФРС, так сказать, решил, там, брать, брать пример с более ранних, с более ранних, значит, случаев. Действительно, был такой случай, когда ФРС, по-моему, где-то в 80-е годы резко поднимал ставку, вот, для тоже борьбы с инфляцией, и удалось побороть инфляцию. Правда, тоже не без побочных эффектов, но тогда госдолг США был, по-моему, где-то в районе 40% от ВВП, а сейчас это 140 или где-то, по-моему, 137% ВВП, вот, нынешний, нынешний государственный долг. То есть, это, вроде как, конечно, все просто циферки, да, можно долларов напечатать, как бы, или там один нолик приписать, один убрать, но, вот, я говорю, это ударит больно по долговой ситуации многих компаний и личных домохозяйств в Штатах. Вот, ну, опять, я говорю, это сами же, сами же американцы об этом пишут, да, но посмотрим, что будет. Некоторые считают, что вообще это приведет к каким-то прям глобальным там подвижкам в мировой экономике, причем тоже к подвижкам таким негативным, которые сдвинут ситуацию ближе к кризису, вот. Американцы, спасая, как бы, себя, могут загнать в кризис огромное количество других, вот. Ну, поглядим, и здесь, кстати говоря, если это все сбудется, в выигрыше будет, в первую очередь, тот, кто способен будет сам себя обеспечить товарами первой необходимости, топливом, да, и... Это мы. Это мы, ну, мы, по крайней мере, в значительной степени, то есть тот, кто может быть максимально самодостаточен. Это тоже к вопросу, знаете, такой вечном споре тех, кто считает, что надо интегрироваться в мировой рынок и поддерживать мировое разделение труда, и что можно купить все, что хочешь, значит, где-то на внешних рынках, и тех, кто, значит, выступает за самодостаточность. Я, скорее, отношусь ко вторым, хотя понятно, что абсолютной самодостаточности не было, нет и никогда не будет. Не было, нет и никогда не будет стран, которые вообще абсолютно все, вот, что им нужно, производят сами, вот, и ничего вообще не покупают. Вот, нет, такого не было никогда. Хотел сказать Северная Корея, но нет. Нет, 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 нет. Они с Китаем торгуют. Нет, Северная Корея очень активно взаимодействует с Китаем, да, и не только с Китаем, да, вот, или через Китай и с другими странами, нет, это не пример. Вот, это не пример. То есть такого просто никогда не было. И Советский Союз таким никогда не был, да, он постоянно торговал, что-то продавал, что-то покупал там со своими, с чужими, не имеет значения. Но в итоге, да, в этой ситуации, конечно, тот, кто будет иметь свое топливо, тот, кто будет иметь свою электроэнергию, тот, кто будет иметь свое продовольствие, тот, кто будет иметь критически важный набор товаров народного потребления, тот окажется в лучшей ситуации, чем тот, кто все закупает на внешних рынках. Поэтому, знаете, сама конъюнктура мировой экономики подталкивает нас к новой экономической модели. Кстати, тоже к вопросу о мобилизации, но мобилизация мобилизации, мы это обсудили все в первом части, а вот мобилизация экономики, ее пока не видно. Есть меры, которые можно назвать такими новыми, местами там даже экстраординарными, но вот такой прям полноценной модели нет. Опять же, даже вот эти 300 тысяч человек, которых призывают или призовут, может, там как-то это будет растянуто, для того, чтобы их обеспечить всем необходимым, а вот Картополов здесь это обещал, вот в эфире мы его вводили, да, потребуется очень серьезное напряжение военно-промышленного комплекса. Еще раз говорю, там, да, мы, это надо сделать, потому что в противном случае тогда вообще смысла во всем этом не будет. А вот насколько мы можем видеть, даже те, кто сейчас там находится, они постоянно запрашивают помощи. Вот, если вы эти 200 тысяч не можете полностью обеспечить, то как вы собрались с этими 300 тысячами, значит, разбираться? Вот, поэтому здесь стоят задачи экономические очень серьезные, вот, и мне кажется, что вот в нынешней такой, знаете, вот парадигме рынка это не решить. Когда у нас оборонные предприятия, например, не могут наладить выпуск той или иной нужной продукции, ну, потому что они не могут взять кредиты в банках под нужные им условия. Получается, как государству надо, значит, армии надо, вот, обществу надо, как бы, да, а невозможно сделать, потому что рыночная экономика не дает это сделать. Вот, то есть предприятие, вроде как, от него требует, давай, выпускает, а оно должно залезть в долги, причем по невыгодным иногда для себя условиям, вот, потому что такова рыночная экономика. Мне кажется, это так вот работать не будет. И вот как раз попытка, попытка, вот, делать вид, что этих проблем нету, не решать их, она ни к чему совершенно хорошему не приведет. Она МИД ФРГ, Анна Лена Бербук, хорошо вам известная, сказала, что нет, вот ООН, это место для принятия решений. Ну, пусть примет какое-нибудь решение, Анна Лена Бербук. Да, но она уже приняла, она сказала, что она по-прежнему будет поддерживать Украину и так далее. Это все, кстати, чем важны, ну, не важны, а любопытно смотреть за сообщениями, все происходит после произнесения речи Владимира Путина и объявления частичной мобилизации, который сообщил западному миру о том, что будут проведены референдумы. Поэтому то, что говорит Бербук сейчас, ну, что ж, а вот Листрас сказала, премьер Британии, новоиспеченный, что России никто не угрожает. Вот не она ли, вот не она ли лично угрожала России? Ну, вот именно такая позиция, когда они включают дурака и делают вид, что не замечают очевидных вещей, она и довела вот до того, что сейчас происходит. Потому что в какой-то момент доверие, доверие, значит, России, россиян западу было совершенно безграничным. Это, так сказать, кредит доверия. И не было никакой реально необходимости расшалять НАТО на восток, не было реально никакой необходимости обкладывать нас военными базами, опять же, да. Вот ничего этого не было. А потом говорит, что мы вам не угрожаем, да. Ну, не было в этом необходимости. Они, однако, это делали, при этом на голубом глазу врали всем, что, ну, это не угрожает России. Ну, слушайте, ну, если вот здесь, например, вот эта страна, с которой мы граничим, она не была страной НАТО, а теперь она и является страной НАТО. Если там не было американских войск, а сейчас есть американские войска, это воспринимается как угроза или нет? Они говорят, да, американские войска есть, но это не угрожает, вам не угрожает. То, что они приблизились-то, да, до расстояния, там, условно говоря, там, тысячу километров до Москвы. Да, приблизились, но это не про вас, это все не про вас, да. Помните, как они врали там про Иран и Северную Корею, когда строили противоракетную оборону? Ну, про Северную Корею это вообще было просто абсолютно смехотворно. Противоракетная оборона на границах России виновата во всем Северной Корее или даже пусть Иран. Ну, вранье же было, вранье. Вот не было бы этого вранья, если бы, например, в 91-м году начали бы друг с другом общаться честно, честно, да, ну, это наивно звучит, но тем не менее, наверное, мир был бы другим. Но американцы это так не воспринимают. Они восприняли это как собственную победу, а с туземцами они никогда не общались честно, никогда. Они и сейчас вот с тем же украинцами честно не общаются. Там вся честность заключается в том, что, как бы, мы нашли хорошее, хорошее, как бы, это средство решения своих проблем, вот, ну, идите, давайте воюйте, мы будем давать вам оружие, как бы, а вы идите, помирайте, вот и все. Вообще-то такое было в истории политики, что американцы общались честно, как вы выражаетесь? Ну, конечно, честность это такое, скорее, исключение, чем правило вообще в мировой политике и мировой истории. Тем не менее, я просто говорю, что у американцев был такой шанс с 91-го года начать какой-то отсчет новой истории мировой, на каких-то других принципах основной. Ну, они этого делать не стали. Хотя, на мой взгляд, Россия, ну, довольно долго, да, готова была, ну, практически на все. Практически на все. Ну, опять же, все-таки, давайте скажем честно, да, не американцы развалили Советский Союз, он сам развалился, в том числе, в надежде на то, что что-то в этом мире изменится к лучшему. Вот к лучшему, на мой взгляд, не изменилось ничего или почти ничего. Да, и мы анализируем все события, которые происходят в этом мире. Ну, что, спасибо большое всем, кто слушал сегодня «Железную логику», она появится в свое эфирное время завтра.